Проект бюджета на ближайшие три года рассмотрели на расширенном заседании правительства. Документ ориентирован на сохранение финансовой устойчивости региона. Приоритетом являются расходы на исполнение всех социальных обязательств и решение важнейших стратегических задач. Основополагающая задача, которая стоит перед каждым из нас, всемирная содействовать успеху специальной военной операции. Успехи на передовой немыслимы без опоры на крепкий тыл, надежную экономику, современное технологическое развитие, на создание новых передовых производств. Экономика Самарской области сегодня в десятке ведущих экономик страны. Реализуются крупные инвестпроекты, растет число занятых в МСП, увеличиваются зарплаты. При этом в регионе модернизируется инфраструктура, обновляются учреждения культуры и спорта, строятся новые детсады, школы, медучреждения. В 2024 году планируется открыть поликлиническое отделение для жителей 5-й просеки в освободившихся помещениях Самарской областной детской инфекционной больницы. Решение вопроса обеспечения доступности первичной медицинской помощи для самарцев, живущих в этом районе, предложил главный врач детской инфекционной больницы Сергей Китайчик. Это отметил на заседании глава региона. Хороший пример государственного подхода. Высвободились в помещении, не стал Сергей Михайлович в них вцепляться и что-то придумывать, что там сделать, что не особо надо. Передал и сейчас решаем по поликлиническому звену. Все достигнутые показатели важно не только сохранить, но и увеличить. Правительство Самарской области делает все для того, чтобы сохранить вот эту традицию выделения денег на социальные нужды. То есть это социально направленный такой бюджет, которым предусмотрено буквально все. Это и поддержка, мы услышали, семьям с детьми, это и поддержка беременным, и строительство новых поликлиник и больниц. Это улучшение качества жизни каждого нашего жителя Самарской области. Очень рады тому, что сохранятся все позиции, которые были начаты в этом году, обязательно найдут свое завершение на следующий год. В бюджете региона на следующий год запланировано более 228 миллиардов рублей доходов и свыше 247 миллиардов рублей расходов. Документ прошел так называемое нулевое чтение, его единогласно приняли. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Смотрите продолжение в следующей серии.